здравствуйте друзья у нас сегодня тема большая быстро мы не управимся так что располагайтесь и мы поговорим об эмиграции apart love computer school которая как вот капелька воды в океане представляет весь океан в той или ином в том или ином ключе вот так же и портнов компьютер school представляет отражает иммиграцию всю большую такой вот маленькой такой капельки партнер в компьютерскую значит вводная часть будет определять некоторые понятия значит понятие первое это союз печать в мое детство была такая дебильная хохмачка когда подходили дети в школе в 60-е начало 60-х и говорю ты чё записался и не ходишь ну естественно реакция когда куда как куда в союз печать дерьмо качать 3 копейки получать и вот этот образ союз печати как условно мы переносим в миграцию потому что в эмиграции тьма тьмущая народу находится вот в режиме работы в союз печати за 3 копейки качают дерьмо и вот и такая у них эмиграция значит вот это важное понятие союз печать люди в эмиграции которые не зарабатывают хреновый вот в этом смысле ты можешь точно второй пример это концепция приехать или не приехать в америку в смысле ты можешь быть тут но ты еще не приехал много лет назад скажем лет двадцать пять назад я читал какую-то русскую газету и там было отчаянное письмо какой-то женщины которая вот объясняла что проблема тут проблема там у нее ничего не получается и очень плохо со всех сторон плохо все виноваты естественно и так далее и когда она вот к людям обращается начинает жаловаться и так далее говорят или однажды кто-то сказал в лос-анджелесе было дело и кто-то сказал понимаешь просто ты еще не приехала в америку то есть да то есть и как бы физически тут а мозгами там и под приехать в америку мы будем понимать что человек готов принимать реальность такой какой она есть ставить задачи реалистичные и предпринимать какие-то действия такие планомерные по достижению своих целей по решению тех задач которые перед ним стоят адекватно и эффективно вот это приехать в америку есть люди которые в америку приехали еще задолго до того как визу получили если вы которые в америку не приехали спустя десять лет после того как они физически здесь оказались то есть такая категория определяющая готовность человека к каким-то осмысленным действиям продуктивным ну и классическая вещь третья это американская мечта мы не будем ее так в таком традиционном плане определять а мы американскую мечту для иммигранта ну такого иммигранта вот как мы с вами мы ее определим как зарабатывать достаточно денег быть более менее устроенным стабильным быть в состоянии фокусироваться на каких-то таких вещах как скажем прикупить недвижимость может быть даже инвестировать в дополнительную недвижимость вот как-то состояться до состояться и как бы получать удовольствие от жизни влиться в общество там и так далее неважно какой там у тебя дом кто-то хотел большой него большой кто-то хотел у озера у него озеро это уже следующий такой момент и так мы имеем союз печать мы имеем приехать или не приехать в америку и мы имеем американскую мечту мы имеем три такие вот категории три понятия три источника и 3 составных части как в марксизме значит теперь как попасть в эту американскую мечту вот приехал человек вот он в этой союз печати зачастую оказывается тогда так бывает что и в основном союз печати а вот как ему в эту американскую мечту попасть и здесь мы должны немножко поговорить о заработках людей и чем они собственно занимаются и с какой суммы примерно начинается американская мечта хотя мы понимаем что есть там где подешевле места где подороже места это все понятно но так если мы постараемся усредненно взять хотя вы понимаете что когда я об этом говорю у меня калифорнийский такой привкус этого все но скажем так вот если человек получает 10 12 15 даже долларов в час он материально он союз печать ну то есть он конце с концами сводит но вот чтобы так знаете сильно раскочегарится ему не на что хотя безусловно есть места где люди там если муж получает 15 долларов и жена 15 долларов то какое-то время проходит они могут себе домик там какой прикупить там за 110 тысяч там легко есть такие места тоже но все-таки они 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 прикупают эти места они могут это прикупить вот в таком месте где союз печать прикупает не там где все остальные значит дальше мы говорим о том что есть некоторый разрыв такой между 12 15 долларов в час и вот начинается новая область она не кончается там скажем на 25 долларов в час но она начинается где-то там примерно опять все это условно 25 30 40 50 ну обычно там уже идет не столько долларов в час сколько тысяч в год но допустим 50 60 70 80 100 120 150 150 и больше люди зарабатывают и вот вот там уже начинается американская мечта и не то что 25 долларов это американская мечта но когда-то туда попал вот в ту область ты уже можешь расти вот у тебя есть возможности роста и достаточно сложно перепрыгнуть вот этот мостик продолжить перепрыгнуть из 12 15 долларов в сейчас в 25 30 35 40 50 и так далее и поскольку сегодняшний разговор у нас идет в общем-то о портнов компьютер скул как вот той самой капельки в которой отражается иммиграция мы сейчас поговорим немножко о том кем люди работают сколько примерно получают вот такие категории что ли иммигрантов и при этом мы с вами понимаем что портнов компьютер скул это мост между союз печать и американская мечта и вот дальше там есть тонкости прошли не каждого пускают на этот мост не каждому следует туда забираться если даже пускают и пошло и поехало вот мы сейчас вот в этом в этом все начнем разбираться и так кем работают наши в америке и что они с этого имеют материал есть из относительно свежей иммиграции да мы можем сказать что есть люди которые приезжают по профессиональной иммиграции но это небольшая достаточно группа вот я читал недавно что последний раз когда давали рабочие визы там в апреле когда там когда реально это все произошло где-то 900 человек там из российской федерации но может быть столько же из украины допустим но вот ну чуть-чуть но чем приехал он правда еще не иммигрировал движется в эту сторону он приехал у него есть работа у него есть зарплата у него есть профессия то есть он как бы в союз печать и не попадает он он конечно может быть не сразу приехал в америку там должен тоже понять где он на каком свете как дальше жить и так далее но все-таки он материально не в той категории которая нас сегодня интересует хотя его жена при этом может быть союз печать то есть скажем она получает разрешение на работу а дальше выясняется что она собственно не не может устроить и или там за 8 долларов часто ли за 9 там или за 10 если там сильно повезет за 15 будет работать это вот понятно да то есть как семья они они ничего но вот допустим как супруга в этой семье она уже вот союз печати или ребенок подросший там 18 лет 19 лет ребенка в такой семье бах союз печать школу закончил денег нет ну или там за три копеи мы значит вот профессионалов которые сразу с работой со всеми делами мы на них не смотрим потому что но аж что они имеют спортнов компьютерского общего только что вот через членов семьи дальше есть люди которые приехали и они были инженерами и работают инженерами они были учеными они работают учеными они были это немножко повыше заработки они были скажем врачами они стали врачами здесь они были юристами они стали юристами здесь я подозреваю что гораздо больше юристов не смогли или не захотели стать юристами сша чем те кто захотели и стали соответственно с врачами я Я подозреваю, что очень многие врачи так и не стали врачами, потому что это непростой очень процесс. И для врачей, и для юристов. Особенно для врачей. Поэтому это особая категория людей. Они здорово зарабатывают. И инженеры все, в общем-то, прилично зарабатывают. То есть это люди, которые, получив инженерную работу, сразу уже оказываются на пути в американскую мечту. Ну, по всякому случаю, в отношении денежки. Дальше у нас есть такая категория, как предприниматель. Предприниматель может быть мелкий, а может быть покрупней, а может быть и совсем даже такое ничего. Но кем работает предприниматель? Есть очень много людей в строительстве, например. Вот он сначала поработал на кого-то, потом получил лицензию соответствующую и пошел какие-то проекты брать. У него появляются люди, которых он нанимает. Они могут очень прилично зарабатывать. То есть я знаю людей, которые зарабатывают от 100 до 500 тысяч. Вот я таких знаю. Ну, может быть, это не в первый год и так далее. Но они раскручиваются. Это люди очень прилично зарабатывающие. Есть общепит, так я условно. Ресторанчики, магазинчики, кафешечки. Большинство из них не дает людям приличных денег. Может быть, очень-очень скромненько. Ну, вот, скажем, я знал женщину недалеко. У нас у нее был кофешот такой булочки, кофе, такого плана. Она зарабатывала, может быть, там 30-40-50 тысяч в год. Вот такой какой-то у нее примерно был уровень дохода. Но так как бы на своем бизнесе. Я не знаю, сколько там прилипает в виде неучтенного. Это отдельная история. Но есть такие. Они, может быть, не сразу в американской мечте. Потому что такому человеку нужно, чтобы второй, скажем, супруг, чтобы супруг где-то работал поприличнее, получал бы чуть больше денег. И они уже тогда будут в американской мечте. Есть люди, которых предприниматели, скажем, перевозки. На близкие расстояния, на дальние расстояния. Есть такие. То есть я не хочу сказать, что их там миллион. Но буквально в любом месте, где вы окажетесь, вот в каком-то мегаполисе, есть какие-то русские бизнесы, которые занимаются перевозками. Что там еще у нас есть? Есть люди, которые в страховании. Малый такой, совсем маленький такой бизнесочек. Ну, там, может быть, он сам работает. Это еще пару человек есть. Люди, которые по недвижимости, они обычно сами работают. Если они успешны в страховании, если они более-менее успешны в real estate, они могут зарабатывать там и 80, и 100 тысяч, и 150, и 200. То есть зависит сильно. Другое дело, что в real estate и в страховании количество людей, зарабатывающих реально, это там пару процентов от тех, у кого там, скажем, есть лицензия, но нет заработка. И бизнеса никакого нет. Но, тем не менее, это путь. Это путь. Есть люди, у которых, например, там, бизнес, они помогают там с инвестициями, или там финансовое планирование. Есть люди, которые бухгалтерские всякие услуги оказывают. И это могут быть тоже очень приличные деньги, если они, например, уже переходят на уровень корпоративный. И так далее. Вот мы как бизнес, например, находимся на обслуживании в такой вот организации. Там их парочка партнеров, и там еще какие-то люди есть, у них там помощники, и они ведут нас каждый квартал, они делают всякие документы и так далее. Это очень-очень неплохо зарабатывается. И вот есть люди, которые как бы с удовольствием этим занимаются. Может быть, они и там были бухгалтерами и здесь стали. А может быть, и просто приехали сюда, и вот там был инженер-механик, пошел в бухгалтерию. Такого тоже сколько хочешь. То есть это одно из направлений, в которые люди переквалифицируются. Так же, как медицина. Не имеются в виду врачи, но там, так сказать, медсестры. То есть это все очень прилично устроенный народ. И их, в общем-то, всех, вот то, что я до этого перечислил, их довольно много. Не то чтобы это там 2% населения. Нет, их побольше. Дальше у нас есть люди, работающие по найму и относительно прилично зарабатывающие. Это менеджеры там всех уровней в предприятиях самого разного плана. Это медсестры. Это не врачи, но медсестры. Но квалифицированная медсестра может там, скажем, у нас 100 тысяч получать и больше. Это всевозможные техники, работающие, скажем, в телекоммуникационных компаниях по обслуживанию кондиционеров и вентиляционных систем. Ну, вот всего чего угодно. Они не зарабатывают там 150 тысяч, они могут зарабатывать и 50, и 60, и 70. Вот такого плана. Но это ничего. Это уже вполне достойно. Жить можно. Есть люди, работающие по найму, скажем, там, в бухгалтерии. Это не свой бизнес. Ну, ты где-то работаешь. Ну, низовой уровень там они могут тоже там 12-15 получать. Но это как бы еще, они еще не состоялись в профессии. Если они покруче немножко стали и работают по найму, они могут получать и 25 долларов в час, и, не знаю, и 30, и больше могут получать. Зависит от, так сказать, раскрученности. Это, безусловно, люди, которые уже, может быть, не с первого дня, но они в американской мечте, а не там. Что есть? Есть люди, работающие по ремонту автомобилей. Есть люди, работающие на госслужбе. Конечно, опять, ремонт автомобилей – это не то место, где ты заработаешь 100 тысяч просто по найму. Этого нет. Но, скажем, 40, 50, 60 можно. От квалификации зависит. Госслужба. В Соединенных Штатах довольно много народу работает в государственных учреждениях разных уровней. Это может быть муниципальный уровень, уровень штата, уровень федеральный, городское хозяйство всевозможное и так далее. Там довольно много наших соотечественников. Там, может быть, не такие безумные деньги, но там социальная защищенность очень-очень хорошая. И в школах работают, пожалуйста, все, кто хотел быть учителями в школе, из учителей, все работают учителями. То есть это не то, что что-то такое непреодолимое, и учителей, в общем-то, не хватает. Конечно, нужно по-английски, там все. Такое, но это есть. Вот есть много госслужащих. Особенно в таких, знаете, городах, вот как Нью-Йорк, например, да, там колоссальное хозяйство государства. Да, конечно. И вот дальше мы переходим в союз печати. Вот это так все более-менее устроенный народ. Это все люди из американской мечты. В финансовом плане. А дальше начинается народ из союз печати. Это продавцы, официанты. Безусловно, есть официанты, зарабатывающие по 4, и по 5, и по 6 тысяч в месяц. Есть такие официанты тоже. Это как бы не, это уже как бы в мечте. Но если они такие профессиональные, у них карьера такая и так далее. Есть такие люди, они могут так зарабатывать. Бывает, что это сезонно, скажем, 3 месяца в году он зарабатывает там по 5 тысяч, а остальное время там по 2, так тоже бывает. Но я имею в виду официантов попроще, так по случаю официантов. Значит, продавцы, официанты, всевозможные офисные работники на небольшую денежку. Там 12 долларов в час, 15 долларов в час. И вроде он там, ну, так какую-то простую работу выполняет. Начиная там, скажем, от ответов на телефон, что уже требует все-таки языка. И может, скажем, у нас тут сейчас, ну, я не знаю. Вот у нас в офисе, например, нет никого, кто бы получал меньше 40 тысяч в год. Вот, ну, но здесь, правда, и дорого все. Потому что, я думаю, там, где подешевле, им, соответственно, меньше платят. Что у нас еще есть? У нас есть уход за детьми и пожилыми людьми. Есть люди, которые в охране работают. Есть люди, есть грузчики. Ну, просто физически там взял, понес, там, мебель, там, ящики какие-нибудь в магазине. Есть доставка. Ну, например, пиццу развозить. Есть езда на автомобиле, вот там, типа, Uber какого-нибудь или, ну, не Uber, а что-нибудь такое вот. Но все равно водитель и, может быть, он даже на постоянные позиции, но мало получает. Вот сейчас есть очень много работы, вот у нас тут на местности в Гугле, да. Вот, скажем, ездят на этих машинах, которые там, значит, GPS там свой фотографируют, что там надо вокруг. И 20 долларов в час. Ну, таких вот их много. Мотели, кухня, ну, я имею в виду, в ресторанах, стройка, неквалифицированная работа. Квалифицированная может быть гораздо приличнее, скажем, квалифицированная может и 25 и 30 долларов в час получать и больше. Уборка офисов, уборка магазинов, домов, всевозможные цеха, пошивочные, да. Газоны выбирать, вот это вот садовое хозяйство, значит, там подстригать. Вот этой работы, ее очень-очень-очень много. И там много народа тоже. Значит, некоторые, вот он всю жизнь на стройке, и он нормально себя чувствует. Он квалифицированный, он, он работая на стройке, он в американской мечте. Ну, есть люди, которые вот по случаю на стройке, соответственно, квалификации особой нет, он получает мало. И, может быть, еще не занят там столько часов, сколько, например, хотел бы быть занят, и так далее. Есть люди, которые всегда водили автомобиль. Вот водители, профессиональные. Они там водили, здесь водили. Они легко могут оказаться в американской мечте. То есть, он, может быть, поначалу так, по чуть-чуть водит. А дальше там завел себе что-то. Не знаю, там на трак сел. Конечно, на траке люди, особенно начинающие, для того, чтобы зарабатывать свои там 60-70-80 тысяч больше, они, может быть, там по 13-14 часов в день работают. Это правда, но они могут зарабатывать. Они финансово уже в американской мечте. Буквально там, ну, вот только начал работать там по чуть-чуть, и уже там оказался. И вот мы такой big picture, да, значит, с птичьего полета вот так мы посмотрели, на наших в Америке, чем живут, сколько примерно зарабатывают, и так далее. Значит, есть большая-большая такая союз печать. Конечно, там очень много новичков. Потому что со временем эти новички как-то расползаются на что-то такое, может быть, поприличное. Они могут там поучиться несколько лет в сети колледжа, там на какую-то профессию. Они могут, ну, просто способные есть люди, они растут. Или какие-то курсы краткосрочные. Они могут выучиться и на программиста, там, и на тестировщика, и на бизнес-аналиста, и на медсестру. То есть, естественный ход такой идет из этой вот союз печати. И когда мы говорим про тестирование программного обеспечения, конкретно про партнав компьютерскую, это одно из направлений в перебирании со стороны союз печати в американскую мечту. Процесс идет, не то что вот отрежь, там, партнав компьютерскую, и все закончится. Нет, есть разные направления. Я помню, студент у меня один был. Ну, он из новеньких таких, он грин-карт-лотерею выиграл, приехал. Сразу к нам пришел, поучился. Развитый такой паренек был, очень-очень развитый. И английский у него был, и, в общем, умница большая. Ну, нашел работу. По-моему, даже их двое, там, и он, и жена. Я вам скажу, когда и он, и она, это значит, что, допустим, в самом неважном раскладе, через год, например, они на двоих, там, если они стали тестировщиком, они получают, там, 150 тысяч, например. А через, там, пару-тройку лет, это может быть легко под 200. Поэтому, конечно, это люди уже, так, достаточно самостоятельные, финансово, и, в общем, они начинают уже планировать, присматриваться, и так далее. Это люди в американской мечте. И как-то раз, вот, мы с ним уже разговорились, уже, он работал. И я говорю, а как ты, вот, приехал, расскажи, какие-то подробности, там, язык жизни я выяснял. И он говорит, вы знаете, что мы выиграли в Green Card лотерею, но мы не знали, ехать или нет. Потому что мы были хорошо устроены дома, и как-то начинать, вот уж совсем, там, не знаю, там, смытья туалетов не хотелось. И мы бы, наверное, и вовсе не поехали, сказал он, если бы не Портнов Компьютер Скул, о которой мы уже знали, которые мы на себя примерили, и мы сказали, да, это для нас путь. Если бы мы не видели этого пути, говорит он, мы бы, наверное, вообще не поехали, потому что, ну, как бы смысла нет, да, то есть нет, нет, вот, перспективы. То есть есть люди, которых там прижучило дома, и их ничего не держит, а те, кто более-менее устроен, они спрашивают, а как же я там буду? Так вот, наша школа возникла изначально исторически, как решение вопроса переброски из Союз Печати в американскую мечту. Это был 94-й год. Сказать, что это была глубокая задница, вот тут вокруг всего, это ничего не сказать. Была довольно внушительная такая беженская эмиграция. Все с высшим образованием привыкли вкалывать, привыкли быть на какой-то такой, ну, уважаемой, что ли, позиции в обществе. И вдруг они приехали, ну да, им Галфер там дают по беженству, но хочется же работать, и хочется что-то приличное делать. А я помню, вот с удовольствием бы там какой-то магазин пошел там баночки переставлять, не было такой работы. Рецессия была, плохо было, в общем, плохо было. И я уже начал работать, так исторически сложилось, просто меня знакомый там представил, и вот началась тут моя эпопея с тестированием программного обеспечения. Я пару раз поменял работу, и я увидел, что рынок растет, я увидел, что это, в общем, несложно. Было понятно, как это делается, вот эта трансформация в тестеров. И вот я начал эту школу Портнов Компьютер Скол, это был август 94-го года, 23 года назад практически. И сама идея была вытащить людей вот из этого состояния вот в то. И я преподавание это вел по-русски, потому что, во-первых, большинство этих людей не в состоянии было учиться по-английски. Они только, ну, относительно недавно приехали, еще не адаптировались в обществе. Во-вторых, а что я буду по-английски, какой смысл все русские сидят, ну что мы там. И сама концепция была по переброске. То есть это никогда не было курсом, который ты заплатил и ушел. Это был курс, на выходе которого ты должен найти работу. Вот, когда мы только начали, мы брали 1000 долларов вперед. На самом деле, первую группу брали 500 долларов вперед. И 3 в течение первого года, когда ты начнешь работать, если ты начал работать в течение 6 месяцев. Если нет, то вообще ничего не должен. Значит, но потом маловато было вот этих 500. Значит, вторая группа, они уже платили 1000 вперед. И 3000 в течение первого года, после того, как ты нашел работу, если нашел в течение 6 месяцев. То есть, я к чему это рассказываю, что вся идея Портнов Компьютер Скул с первого дня ее существования была в том, что человек должен найти работу. А не в том, что он пришел, отучился, деньги заплатил. О, коммунизм, правда? Какой? Заплатил человек и, господи, трава не расти. Время сломало эту схему с последующей оплатой задним числом. Потому что мы стаскивали на себя людей, которые прятались, делали вид, что они не работают. Мы недополучали денег. И отношения были нехорошие. Потому что, когда человек хочет тебя обмануть и заранее с этим пришел, он не может с тобой быть в хороших отношениях. Он тебя уже не любит. Потому что он себя уже не любит. Он должен тебя как-то так развести. И мы в какой-то момент уже это все прекратилось. Мы стали, в смысле получения денег, мы стали, как любое, так сказать, другое американское учебное заведение. И держимся в этом смысле только на добром имени. То есть, скажем, если вот City College придет в состояние, когда ни один человек после City College работу не найдет, ему хуже не будет. Это субсидируемое учреждение, ему будут давать деньги. А у нас, если люди перестанут работу находить, мы выйдем из бизнеса в течение года. Мы просто перестанем существовать. Собственно, мы уже практически были в таком состоянии, когда закончился интернет-бум. И, ну, не было работы, правда. И вот вся школа с оборотов 2 миллиона долларов, вся школа перед этим, школа ушла в оборот 70 тысяч. Вот, понятно. На эти деньги можно было только офис арендовать. Уже зарплаты не было, ничего не было. Мы уже в этом офисе другими делами занимались, страхованием. Но я просто к чему рассказываю, что если люди не устраиваются, закрылась Форднов компьютер школа или любая другая там школа на этом месте. Поэтому это был изначальный дизайн. И это остается тем, ради чего школа существует. То есть, мы в бизнесе по переброске. Мы мост. Вот из Союзпечать, значит, американская мечта. Вот этот мост. Но на мост этот забраться и успешно так по нему пройти, может не каждый. А кто может, ну, как минимум, ты должен приехать в Америку. Помните, да, я вводил три категории. Союзпечать, приехал в Америку и американская мечта. Если ты в Америку не приехал, никакой американской мечты у тебя не будет. Потому что ты не адекватен. Ты не понимаешь, кто тебе помогает, а кто тебе мешает. Ты не в состоянии идти по дороге, по которой тебя ведут люди. Которым как бы даже и заплатил, чтобы они тебя вели. Но дальше у тебя вопросы, и ты сомневаешься, и ты не знаешь. И каждый столб тебе вокзал. То есть, любой, ну, мягко скажем, идиот, который тебе что-то сказал. Противоречащее тому, что ты слышишь вот от нас. Которые съели всех собак на этой местности. И этот столб тебе тоже вокзал. И ты начинаешь слушать его. Ты начинаешь... Это кранты. Это человек, который гарантированно не сможет дойти до конца. Поэтому... А эти люди, знаете, они еще так... Тоже один из признаков вот этих неприехавших. Они говорят, а какие гарантии? Или вот они там тоже говорят. А вот, а какой у вас процент там? А что у тебя процент? Ну, ты на себя посмотри. Ты, вот лично ты. Понимаете? А какой у вас процент? Да у нас есть процент. Тебе-то что с этого? Понимаете? И вот они не понимают, на каком свете живут. Они не понимают мир, в котором они пытаются оперировать и быть успешными. Поэтому с ними трудно. Их вести нельзя. Они не идут. Они неведомые. Они не могут даже на время стать ведомыми. Я, например, по натуре неведомый. Но если нужно, вот для дела я могу, пожалуйста, я встал в строй. Пошел вместе со всеми. Всял под козырек. Я говорю, yes sir. Ну, надо. Ну, надо. У них нет надо. Они сами по себе. Поэтому. По этому мосту пройдет не каждый. Если ты не приехал в Америку. Даже если ты 10 лет живешь. Ты не пройдешь по этому мосту. Тебе не поможет. У меня есть хохмочка одна. Которую я рассказываю на уроке по трудоустройству. Я им говорю. Ребята, вот представьте себе. У нас есть мужчина. 45 лет. Работает бухгалтер. Еще-то вот ему взбрело в голову 45 лет стать веб-программистом. Можно это и реально это или нет. Ну, они там делятся. Так они говорят, ну, наверное, в принципе, там, конечно, там, все. Я говорю, переформулируем задачу. Есть 100 человек, бухгалтеров, им по 45 лет. Хотят стать веб-программистами. Ну, вот из них, какому количеству людей удастся это сделать? Они говорят, ну, 10%, там, 15%. Хорошо, принимаются. Я говорю, а теперь меняем условия задачи. Вот эти же самые 100 человек, программистов, бухгалтеров, хотят переучиться не в программисты, а в тесты. Какой процент может это сделать? Ну, так, там, идет дискуссия, но 85% могут. Имеется в виду, что они к нам пришли, и мы сделаем вот эти 85%. Если они как-то еще попытаются это сделать, не с такими мощными помощниками, там, как бы, у которых схвачено, ну, может быть, половина сделают. Вот, а с нами, значит, 85% сделают. Что неплохо. Так вот, это тестирование программного обеспечения как предметная область. Это то, чем она отличается от, скажем, программирования. Если в программировании 15% людей смогли бы перековаться из этой группы, которую мы определили как бухгалтера, 45 лет, мужики. А вот в эту, ну, с помощью, там, допустим, тех или других, скажем, таких, как мы, или нас, 85%. Слушайте, это есть разница. И это цена предметной области. Разница. Если ты пошел туда, один шанс, пошел сюда, другой шанс. И мы сейчас не говорим о том, почему. Вот, есть отдельный разговор, который мы можем как-нибудь там поговорить. Этот разговор. Протестирование. Но, в данном случае, речь не об этом. Вот, как факт мы это принимаем. Ну, или, скажем, на веру. Для меня это факт, для вас это принятие на веру. Теперь, да, дальше есть люди, которые могли бы, может быть, сами как-то, да, вот, люди говорят, ну, вот я пойду, вот я пойду, я, там, сейчас буду тестером. 5%, 5%, сами по себе, вот, скажут, вот я сейчас пойду, книжку почитаю, там, я не знаю, мне вообще никто не нужен, мне и курсы не нужны. Вот я сейчас пойду, друзья там за руку отведут. Вот, кто в состоянии просто сам взять ни копейки никому не платить, максимум за книжку, и вот. Я говорю, ну, 5% могут, это реально. Ну, я вот сам такой, меня, приятель, привел за руку, и все. Денег не стоило. Ну, хорошо. Есть еще 15%, еще 15%, которым не поможет никто, ничто, во всяком случае, мы так точно. Вот, это неважно, придут они к нам или не придут, они к нам, но мы не сможем ничего сделать, если они к нам придут. Значит, есть 5, которым не нужен никто, есть 15, которым не поможет никто, и есть 80, которым можно помочь. Вот это партнер в компьютерском. Потому что есть разговор такой, ой, да зачем нужны эти школы, да вот я там, да мы там, и так далее. Да ради бога, вот есть 5%, которые могут, они да, есть, вы для себя должны оценить. Вы из 5%, или там из 15, которым не поможет никто, или вот из тех 80, которые, ну, как бы, вот нормальный контингент, как бы наш, да. Да, но это может не каждый. Мы возвращаемся к идее того, что это все не для каждого. Для 5% это просто не нужно, а для 15% это не поможет совсем. Что влияет? Профессия, которая у вас есть, так или иначе может способствовать, или наоборот. Вот, возраст, понятно, что моложе лучше, ну, конечно, у нас и за 50 люди бывают, и я не хочу сказать, что это запретительно, но я хочу сказать, что статистически понятно, что лучше быть, скажем, до 30, чем после 50. Это, как бы, ежу понятно, как говорят. Значит, что еще есть? Есть такая, знаете, человеческая энергетика. Вот есть люди, которые, как бы, они располагают к себе, они энергичные, они как-то, вот, на них смотришь, и там настроение улучшается. А есть такие, что смотришь, и настроение ухудшается. Такие тоже есть. Вот есть люди, которые, ну, вы знаете, о чем я говорю, ну, вот никакие есть. Вот он смотрит, ну, никакой. Ты, говорит, какой? Никакой. Тоже они как-то живут, но, в общем, это сказывается. Склад мышления. Есть люди, у которых инженерный склад мышления. Логическое такое, структурированное мышление. Есть люди абсолютно такие вот гуманитарно не структурированные, что тоже где-то, наверное, очень здорово, но вот не у нас. Мы, конечно, делаем, чтобы от этого защитить наших будущих студентов, мы делаем тест вступительный. Мы проверяем их, там, какие-то технические вещи элементарные. Мы собеседуемся с ними. Если мы видим, что отношение к жизни такое, этитюд. Мы видим, что это не... Мы не можем взять на себя. Понимаете? Мы же должны его довести до результата. Это же не то, что он заплатил и ушел. Понимаете? Ну да, ну просто мы же... Гарантии-то нет. Понимаете? Он говорит, я смогу, я... Ну давай. Ну если уже прет, ну давай. И действительно, есть такие, что получается. Есть люди подбитые по жизни. А когда к нам попадают, как-то они так, знаете, драйв какой-то на них сходит от других людей. Они вдруг загораются и понеслось. Конечно, бывает. Но никогда не знаешь, получится или не получится. Вот пришел человек с потухшими глазами, и ты не знаешь, они у него загорятся или так и останутся потухшими. В онлайн-классе, например, мы говорим, там 40 занятий, вот первые три. Мы тебя не знаем, мы тебя даже не видим, где ты там за кадром сидишь. Давай так, вот тебе три занятия, поучаствуй, пойми, нравится ли это тебе, в состоянии ли ты делать домашние задания, время у тебя есть или нет. В состоянии ли ты организовать свое время так, чтобы заниматься, если есть люди, которые не могут организоваться. Мы не можем за него решить, но мы говорим, вот тебе три занятия, там не получилось, спасибо за, так сказать, возможность посмотреть. И все, хочешь на четвертый урок, значит, ты платишь там этот тюишн свой, там тысячу долларов, и идешь дальше. То есть мы пытаемся со своей стороны что-то сделать, чтобы не затащить туда людей, которым там нечего делать. В онлайн-классе треть из тех, кто пришел на первые три урока, треть обычно не заходит. Многие, правда, потом с другими группами присоединяются. То есть они, скажем, в данный момент, в данном расписании, у них там как-то не сложилось, какая-то часть из них приходит потом. Но все-таки мы треть отсеиваем на собеседовании в школе, треть самоотсеивается с первых трех уроков в онлайн-классе. То есть мы как бы стараемся не брать грех на душу, потому что нам это не нужно совершенно. Теперь, что еще я хочу сказать. Когда ты пришел сюда, вот конкретно к нам пришел, мое видение наших студентов – это спецназ. Это не дед в колхозе, который, я извиняюсь, со сраной двустволкой, перевязанной веревкой, там, сидит у поля, там, не знаю, что там на поле, кукуруза. Понимаете? И сидит. Нет, это спецназ. Ты должен обладать некоторыми качествами. Да, это труд. Это дисциплина. Это драйв. Это желание. Вот у тебя есть там, не знаю, лейтенант, который там ведет взвод. Ты хочешь идти. Вот лейтенант говорит, идем туда. Ты идешь, ты не споришь, ты не сопротивляешься. Говорит, сказано, идем. Это спецназ. Не можешь быть в спецназе, ну, не залезай на этот мост. Это не тот мост, по которому ты из союз печати переберешься в американскую мечту. Это просто мост. Нет, может, у тебя другой какой-то есть, я не знаю, может, ты в лотерее выиграешь. Да. Что еще? Это хорошие пользовательские навыки. Ты не можешь сказать, я компьютером никогда не пользовался, но вот сейчас хочу. Солнышко, надо пользоваться. Компьютером, мобильными девайсами, устройствами, программным обеспечением, социальные сети. Ты должен с файлами довольно бегло там туда-сюда и так далее. Основные какие-то фишечки знать. Я не знаю, ну, скажем, как сфоткать экран твоего компьютера, да? И файл потом это дело забросить. Но вот люди не знают, что есть кнопочка принтскрин, например. Бывают такие. Ну, вот, правда, я встречаю. Но, то есть, надо быть все-таки элементарным пользователем. Я не говорю уже там Windows переустановить. Хотя таких много сейчас стало. Вот. Но надо быть пользователем. Надо иметь английский язык, достаточный для прохождения интервью. Некоторые говорят, а я вот все понимаю, что вы говорите. Да, но... А сказать ты можешь? Гораздо проще английский, который нужно иметь для понимания занятий, для усвоения материала, нежели английский, который нужен для поговорить. Это совершенно другой английский. Ну, в смысле, английский тот же, но навык другой. Надо поговорить. Если ты не можешь поговорить, на этом закончилась вся твоя история. Не ходи на наш мост. Ты по нему никуда не придешь. Понимаете? Значит, еще раз. Спецназ это труд, дисциплина, драйв, пользовательские навыки, хороший разговорный, так сказать, уровень разговорного языка. И вот это, вот с этим можно. Если у тебя этого нет, значит у тебя этого нет. Ну, и напоследок, я, может быть, пару слов скажу. Периодически там где-то кто-то что-нибудь скажет там в соцсетях, там я иногда натыкаюсь. 99% откровенный бред, но я не видел какой-то осмысленной критики, исходящей от, скажем, нашего студента. Но, ну, тем не менее, ну, например, там, вот эта вот мысль, да, я говорил про, можно бесплатно на Википедии всю эту информацию, не нужно никуда там, я не знаю, ходить в эти школы и так далее. И я сказал, ну, есть 5%, которые могут, я же не говорю, что нет. Больше того, когда я вижу кого-то из этих 5%, я ему говорю, слушай, не морочь голову, вот тебе вот, вот тут тебе книжка, это вот там, туда-сюда, давай. Вот есть наш бесплатный курс на русском языке, и мы там и про как работу искать, все, все рассказом, я 20 часов наговорил. То есть мы очень поддерживаем тех, кто хочет и может учиться самостоятельно. То есть как бы нет желания какую-то заманить. Но в основном люди, которые говорят, что ой, да на Википедии там и так далее, они не въехали в тему, они просто совсем не в теме. То есть начиная от палаты номер 6, то есть, вот, и кончая просто, которые не то, что слышал звон, а и звона не слышал. Есть такие тоже, как вы сами знаете, соцсети, там люди разные бывают и так далее. Значит, тут есть другой момент. Вот допустим, есть человек, который из 5%, то есть он может сам. Как-то я, боюсь соврать, полтора-два года, полтора года назад, что-то я там, этот поезд делаешь там в Ютубе, и наткнулся на видео, какой-то молодой человек, такой щекастый, типа, вот он про нас что-то такое там рассказывает, а дальше он объясняет, там целое видео он объясняет, почему он не пойдет в портнов компьютерскую, потому что вот он, как бы это все перерос, и ему там делать нечего, вот он сам пока ищет работу там на Ютесте, что-то и так далее. Я в тот момент, когда наткнулся, поскольку имея некоторые рекрутерские, так сказать, возможности, я пошел и нашел его резюме. Надо сказать, что он в своем резюме написал, что он закончил портнов компьютерскую, так неожиданно. Понимаете, вот не дай бог спросят там, или позвонят, как-то рискованный такой шаг, но дело не в этом. Он все-таки написал, что у нас учился. И проходит какое-то время там, наверное, я скажем так, от момента, когда он свое резюме первый раз вывесил, до момента, когда он еще одно видео сделал со словами благодарности, там, о том, что вот хорошо, что есть какая-то портнов компьютерскую, чему-то он там у нас на веб-сайте научил. Я не знаю, я не знаю, чем, так сказать, мы его порадовали, но как-то вот он слова благодарности говорил. Прошло полтора года. Полтора года. Что я хочу сказать? Он, да, сэкономил тысячу долларов. Он мог учиться в онлайн-классе и потратить тысячу долларов. Он ее сэкономил. Но я с ужасом думаю вот о том, что с ним произошло. Он сэкономил тысячу долларов для того, чтобы потерять там 50, может быть, 60 тысяч долларов. И год жизни там лишний и так далее. То есть мы бы его за несколько месяцев упаковали, учитывая, что он уже подготовленный там и так далее. Мы бы ее быстро туда забросили. То есть я не знаю, он что, сэкономил что ли? И дай ему бог здоровья, симпатичный парень там, все такое. Но он не приехал в Америку. Он в Америку не приехал. Он был в Союз Печати. Он не приехал в Америку. И вот эти полтора года, или там, может быть, даже больше, он все время пытался, не приезжая в Америку, каким-то образом оказаться в этом вот... В американской мечте. Но судя по тому, что он вдруг взял и сделал такое видео и спасибо сказал, я думаю, для него что-то стало, может быть, доходить. Я не знаю, это его личное дело, я ему только хорошего желаю. Парень как бы во всех отношениях там симпатичный. Но вот он, понимаете, он вот эту тысячу долларов, и может быть, ему не за доллары, но, может быть, ему субъективно было важно сказать, я сам, я могу, я вот там чего-то. А ему все говорят, что ты мучаешься, пойти в партнерском субъективно? Он говорит, нет, и он сделал сюжет такой. Поэтому, да, есть 5% которые могут, но, знаете чего, если бы он мог, и, допустим, за месяц, за два, за три, а таких тоже очень много среди этих 5%, есть такие. Но, если это у него займет год или полтора, я думаю, он не доехал до Америки. Ну, правда, ну, вот ты вышел на рынок, там, месячишко прошел, два прошло, ты, что-то у тебя не получается, и ты говоришь, надо что-то делать. Ну, или не говоришь. Еще раз, в моих терминах я бы сказал, что он до Америки не доехал, потому что он себе в ущерб теперь это делает. Он уперся, он в неадекват пошел, да, то есть адекват, он должен был бы искать решение, а он уперся, говорит, только так и все. Что еще? Значит, правило 80-20. Вы можете почитать, там, и на Википедии, там, и так далее, Паретто Рул, еще это называют правило Паретто. Хохмочка состоит в том, что если ты правильно организуешь то, что ты делаешь, то 80% результата, 80, ты получаешь, потратив только 20% ресурсов. Значит, на 100% результата 100% ресурсов, а на 80% результата только 20% ресурсов. И фишечка состоит в том, что если ты освоил профессию, там, на 80%, ты уже получишь работу. То есть тебе не нужно учиться год, чтобы научиться вот столько, вот выучить вот столько от тестирования. Ты можешь потратить 3 месяца, выучить 80% из этого дела и уже найти работу. Ну, опять, надо правильно делать, надо знать, что вот эти, которые говорят, что, знаете, сам, а кто же тебе скажет, где 20%-то, когда ты сам? В Википедии ты прочтешь? Нет. В Википедии скажут, вот, вот столько, вот. Или ты пойдешь читать объявление о найме, тебе скажут, вот столько. И ты не понимаешь, что из вот столько знать надо, вот, 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 и ты уже можешь работать. Этого нет в Википедии. Этого тебе не скажут на форумах анонимы, которые, там, тебе будут говорить все, что угодно, лишь бы только ты не добрался до положительного результата. Это цена вот этого всего. Значит, наша школа, это школа, построенная на принципе 80-20. Мы знаем, чему мы учим, мы делаем это в ограниченное время, мы получаем 80% результата и этого достаточно. Нет, конечно, мы тебя не научим программировать, ты не будешь, там, круто знать автоматическое тестирование, если ты никогда в жизни не кодировал, там, и так далее. Конечно, нет. Но работать ты будешь. И дальше ты доучиваться будешь, получая свои 25-30, там, 35-40 долларов в час, а не в союз печати, где ты никогда ничему не научишься, потому что у тебя сил не будет, ты будешь падать, с ног валиться из этой работы, которую ты делаешь, и все, и сколько лет займет. Пока ты приедешь в Америку и поймешь, о чем речь. Что еще? Мы возвращаемся к тому, чего про нас такое говорят, что выдает, так сказать, пациента палаты номер 6. Вот говорят, ой, говорит, там, партнер в компьютерскую школу, таких школ много, не зацикливайтесь. Здесь это палата номер 6. Это люди, которые ни ухом, ни рылом, ни близко, ну, то есть, таких школ нет. Таких школ нет. Значит, во-первых, мы на тех самых 80-20, да, правило 80-20. Дело даже не в том, что мы там с 94-го года в бизнесе, у нас 10 тысяч выпускников, там, и до этого, блин. Но просто дело в том, что мы изначально построены вот на этом принципе, смысл которого в том, что ты будешь работать. И, соответственно, мы, конечно, технически берем деньги за обучение, но мы за курсы. Но мы говорим, ты можешь повторять курс, столько, сколько тебе надо, мы не берем денег за повторение. Я не знаю, есть какая-то школа, где можно ходить и повторять, ходить и повторять, ходить и повторять. Потому что наш продукт, это человек работающий, а не человек, который заплатил за курсы, и спасибо ему, и чтобы мы его больше никогда не видали. Нет, честно, я не знаю, что где-то можно было ходить, вот так и повторять, ни копейки, там, за это дополнительно не платя. Я смотрел, собственно, я не только смотрел, я видео делал какое-то время назад о статистике трудоустройства выпускников американских университетов. И там была категория employed, и была категория under employed, то есть, либо он работает неполный день, либо он работает по профессии, которая не требует того образования, которое у него есть. И там много разных профессий, по некоторым, катастрофическая совершенно ситуация, там, до 50% работают по профессии, которую они получили. Знаете, 4 года учился, человек, там, сколько денег стоит, сколько жизни там ушло и так далее. Это американский университет, и там, ну, невысокий процент, но компьютер-сайенс, по компьютер-сайенс, там был где-то 70-75% людей работали по профессии. Компьютер-сайенс из американского университета, у нас выше. Поэтому таких школ, как мы, немного, совсем немного, вот, и я даже, честно говоря, если спросите, ну, хорошо, а какие, я не знаю ни одной. Я, когда говорю немного, я оставляю какой-то, может быть, шанс, там, на что-то, но, ну, ну, в принципе, ну, ну, да. Немного в том смысле, что нет ни одной. Может, давайте так, давайте правду скажем. Таких больше нет. Вот, и я уже не говоря о том, что, да, знаете, ой, там, 4,5 тысячи, вот тут, там, аналогичная американская программа может стоить и 10, и 12. Если вы на буткэмпы посмотрите, вот у нас тут есть приличный, очень приличный, программистский, правда, там 17-18 тысяч, а вот тут есть в Сан-ОЗе, люди оттуда приходят. Я смотрю, они их чему-то учат странному, так что работу не найти, то есть там много всего полезного, но нет того, что надо, чтобы работу найти. И 11 тысяч стоит, слушайте, 11 тысяч какой-то буткэмп, после которого он приходит к нам профессию получать. И 4,5 тысячи немного. Мы начинали в 94-м году, у нас было 4 тысячи. Так что это, это совсем немного. Сейчас, правда, студентов в классе больше, конечно. Дальше, что у нас есть изощренная, до невероятности, система трудоустройства учеников. Я не говорю о том, что у нас каждый на интерншип там идет и так далее, это мы отдельно. Но даже вот когда мы делаем вам резюме, это мы вам делаем резюме. Это не канцлер там в сети колледжи, который сам 25 тысяч там получает и пишет вам резюме, лучшее использование которого это отправить в корзинку для мусора. Резюме, которое не откроет ни одной двери. Я даже не сравниваю качество вот этих резюме, но я, например, контролирую, как ваше резюме выходит в поиске, когда рекрутер идет, например, да, и там ищет там веб-тестирование или там что-то такое. Там, сиреневый веб-драйвер. И я знаю, как сделать так, чтобы ваше резюме было первым. То есть его определенным образом закодировать, этот профайл ваш, но я знаю, как это сделать, я смотрю, чтобы это было сделано. Поэтому я даже представить себе не могу ни одного учебного заведения, где была бы такая изощренная система натаскивания на поиск работы. Это интервью и вопросы-ответы там на интервью, questions там и так далее. Кстати, мне тоже вот там где-то приходится видеть, говорит, ой, да там ничему не учат. Там же ничему не учат, там только учат вот там на самые простые вопросы, как отвечать на интервью. Это, ну, скажем так, если человек у нас никогда не учился, и он там из какой-то помойки где-то нагреб, дай ему Бог здоровья, значит, и вот, пусть он там дальше продолжает. Я никогда не слышал, чтобы наш студент один раз слышал, что вот, но это уже палата номер 6, это патология чудовищная, потому что у нас учат столько всего. У нас вот сейчас ребята, я не знаю, я как-нибудь пойду там камеру возьму, я вам покажу, что творится у нас в школе. Когда ребята фулл-тайм приезжают, у них больше времени, потому что местные у них там дети, там семья и так далее. А эти съехались вот со всей страны, они в школе сидят с 10 утра до 11 вечера. По выходным, вот я могу прийти там в субботу или воскресенье, они здесь сидят и занимаются. Много, полный класс сидит, занимаются. Здесь есть чего изучать, то есть голова распухнет. Значит, но, тем не менее, вы помните про 80 и 20, да? Значит, 20% хватит. Мы не школа, где учат 10 вопросов и ответов на интервью. Мы не школа, где учат 100 ответов и вопросов на интервью. Мы школа, где учат профессии, первое. И учат, как найти работу, и помогают, толкают, как я не знаю, что там, и интерншипы, и резюме, и чтобы выходить хорошо в поиски и так далее, и так далее, и так далее. Но к чему весь мой рассказ? Я не говорю вам, ой, приходите к нам учиться. Вы все равно к нам придете, если это ваш путь. Даже вопросов нет. Господи, это в ваших интересах. Я вас еще должен уговаривать, чтобы вы там сами для себя что-то сделали хорошее, что ли? Смешной разговор. Но я рассказываю о том, что такое Портноп Компьютер Скул в контексте иммиграции. В том контексте, в котором мы уже несколько недель, вот я последних делаю видео, для подготовки нашей аудитории к участию в гринкарт-лотерее DV2019. Вот сейчас начнется через неделю прием заявок. И я, находясь сам в этом контексте, у меня там крутило, крутило, доходило, доходило. И вот что-то такое выстрелило. И я сказал, я должен об этом рассказать. Потому что это то, что вот, вот это я, такой, как я есть, и то, чем я живу. И, ну, должен кто-то рассказать, да, вот, чем мы тут живем, и вот, ну, кто лучше меня про себя расскажет. Вот, поэтому про себя, про школу, по профессию, про иммиграцию, я уж так утрирую. То есть, как бы мы в контексте иммиграции. Может быть, получился разговор долгий, я не знаю по времени, там, сколько ушло. Ну, ребята, столько, сколько ушло, столько ушло. Значит, если вы хотите приехать в Америку и не быть в Союзпечати, вы досмотрите до конца. Может быть, вы несколько раз досмотрите. И, если вы не подпишетесь на наш канал после вот этого видео, даже не знаю, что сказать. Вот. Ну, ребят, это ваш выбор, правильно? Вот, но, ладно, хорошо. Так что, ну, как лайк-то, вы же ставьте, вы же что-то такое. Если вы еще не поставили лайк, уже ставьте лайк. И давайте до новых встреч. Счастливо. Субтитры подогнал «Симон»!